Наталья Петровна Чеснокова живет в Дрожжино уже более семи лет. Переехала из Москвы и туда же к столичным медикам по привычке ездила лечиться. Недавно все-таки решила прикрепиться по месту жительства к Южной поликлинике и не пожалела. Быстро попала на прием к участковому врачу и получила направление на диспансеризацию. Очень довольна. Во-первых, близко. Я живу через два дома отсюда. Это во-первых. Во-вторых, персонал очень вежливый. Прямо просить, упрашивать не надо. Талончик дать или что-то показать, рассказать. Я сейчас прохожу всех врачей, анализы буду ждать. Очень довольна, потому что близко и удобно. Из-за роста заражений гриппом и коронавирусом в начале декабря 2022 года все профилактические осмотры в поликлиниках муниципалитета были приостановлены. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и медики вновь возобновили диспансерные приемы. Диспансеризацию рекомендуют проходить один раз в год. Почему я говорю, что это нужно? Всегда профилактика лучше, чем лечение. Мы проверяем уровень сахара, мы проверяем уровень холестерина, мы проверяем кал на скрытую кровь, ПСА, маммография. То есть все те показатели, которые ежегодно, достаточно проверять. Пройти диспансеризацию можно всего за час в любой будний день, а также два раза в месяц по субботам с 9 до 12. Экспансеризация прошла быстро, удобно. Новая поликлиника открылась в нашем районе. Удобно. Сколько потратили времени на прохождение? Около часа. На всех специалистов, на одном МЦЖ. Очень быстро. Если на первом этапе диспансеризации обнаружены отклонения от нормы, медики направляют пациентов к узким специалистам. Здесь на этаже у нас есть офтальмолог, лор. На этаж ниже эндокринолог, уролог, хирург. То есть, соответственно, если есть необходимость куда-то направить пациента, то, соответственно, мы сразу же можем записать его в тот же день, когда пришли результаты. Кстати, маммографию медики советуют делать женщинам после 40 лет каждый год, а мужчинам этого же возраста рекомендуется проходить скрининг на ранее выявление онкологических новообразований предстательной железы. Эти и другие необходимые исследования включены в программу диспансеризации. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова